Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому не было времени записывать видео, тем более монтировать его По многочисленным просьбам и вопросам я решил сегодня снять видео поподробнее о работе и в принципе о жизни японцев Сегодня я решил на велосипеде выехать, прокатиться здесь немного Итак, начнем Первое, что касается работы в японских компаниях для иностранцев То есть все зависит исключительно от компании Если компания в принципе готова к работе с иностранцами и у нее уже работают иностранцы То вам в ней будет легко в принципе Вот, если компания не работает, не работала с иностранцами Или хочет начать работать с иностранцами Но не знает как и там и что с ними получится То тут два варианта Либо они будут подстраиваться под вас, либо вы будете подстраиваться под них То есть, ну могу сразу сказать, что перерабатывать в японских компаниях вам придется достаточно много Далее, что еще, значит, в японской компании, если вы устраиваетесь первый раз Лучше сразу устраиваться, ну на контрактную основу Потому что на постоянную основу вас навряд ли возьмут без опыта работы Вот, поэтому старайтесь найти сначала контрактную работу Примерно на, ну хотя бы на год Чтобы вам сделали визу Чтобы у вас были, как говорится Ну хотя какие-то там социальные, там страховки, там пенсионная карта и все остальное Далее, когда вы устроились хотя бы на год Вот, вы в принципе можете уже спокойно идти Как говорится, получать медицинскую страховку По ней спокойно заходить в больницу И вам будет предоставляться там большая скидка на услуги Вот Если же вы работаете по контракту, да, то там есть большой плюс То, что зарплата идет выше Если же вы работаете на постоянке, то зарплата чуть ниже С чем это связано? Во-первых, на постоянке, когда вы работаете За вас все платит фирма То есть она вычитает с вас там все эти налоги Выбирает одно из самых лучших видов страхования для нее Пенсионные отчисления и так далее Когда вы работаете на контрактной основе То вы уже сами должны выбирать Что, какую страховку вы будете делать Какое пенсионное отчисление будете убирать И так далее То есть все налоги, все вы сами должны платить Когда вы работаете на контрактной основе В большинстве случаев И у вас есть там выбор То есть вы можете взять самые дешевые Или там вообще не брать страховку Я вот одно время вообще без страховки работал В принципе, и сэкономим на этом большую сумму Потому что в месяц страховка, ну, по инженерным специальностям Стоит примерно 30 тысяч иен Вот, и считайте сами Соответственно, если брать вот эти вот все в расчет То контрактные деньги То есть те, что вы получаете Они будут больше Потому что вы с них будете сами все платить В том числе и за И за проезд, и за все В общем, вот Хотя бывают фирмы, где включают сумму за проезд Скажем, прибавляют к вашей зарплате по контракту Далее, какие еще есть То есть рекомендации Когда вы уже нашли работу К примеру, по контракту отработали год У вас открывается, ну, хотя бы Как говорится, как минимум несколько перспектив На то, чтобы найти работу уже постоянную Вот То есть суть вообще всей вот этой подготовки Это именно подготовиться к поиску постоянного места работы Чтобы, как говорится, уже не париться насчет визы И фирма будет за вас все продлять То есть полностью все визы И вообще вы можете, ну, спокойно работать И не париться вообще по этому поводу Потом по истечению определенного срока Вы можете уже получить себе этот самый джекен То есть Там надо прожить, по-моему, минимум 7-10 лет В Японии Не меняя статуса То есть, ну, не меняя визы По одному статусу визы И вы можете получить этот джекен Соответственно, если вы, как говорится, получили уже предложение насчет работы на постоянку Да И у вас, например, есть на примете несколько вариантов То есть вы можете еще, еще куда-то сходить, еще куда-то сходить Не торопитесь Сходите, посмотрите Данные Возможно, вам где-то приложат лучше, более лучшие варианты работы Вот Но при этом затягивать не стоит Потому что японские компании Они не будут ждать вас там месяц там И более Пока вы там не набегаетесь, не наищетесь То есть Если вам предлагают То есть у вас на раздумье от силы там, ну, неделя То есть Если вы за эту неделю не соглашаетесь, естественно То с вами уже работать они не будут Вот, то есть Нужно быть осторожным в этом плане Далее Что касается всех этих бухгалтерских дел То есть, да То есть Когда вы работаете на контракте Вы обязаны все это сами заполнять И это очень большой геморрой Потому что в Японии Даже сами японцы не знают Как правильно заполнять эту декларацию о доходах Вот То есть А Иностранцу так тем более еще сложнее Поэтому Если вы хотите устроиться Ну, как бы Чтобы у вас все чисто было По налогам, да Старайтесь попросить местного бухгалтера Чтобы он вам помог В этом деле И в каждой фирме, естественно Свои особенности Ведение учета Там Где-то какие-то вычеты Могут предоставляться То есть В зависимости от того еще Что вы там Были где-то Там, может быть На больничном Или там Вы в больницу часто ходили И у вас там общая сумма Ну, к примеру К стоматологу в том числе И общая сумма Отчислений Больше чем 100 тысяч йен В год Естественно Вам полагается Вычет Там Ваш налог Минусуется Так вот Да, и не забывайте Что По прошествию Одного года Вам будет начислено За предыдущий год Щи-Мин-Дзэй Это такой налог Типа в местную мэрию В местный Город Где вы живете Этот налог Ну, как говорится Приходит на фирму Где вы работаете Допустим Даже если вы работаете По контракту Да То вам он придет На почту Домой Если вы работаете На постоянке То вам он придет На фирму И фирма сама будет Скажем так Делить этот налог На определенное количество Месяцев И вычитаете Вашу зарплату Ну, это по вашему желанию Конечно Вы можете сказать Что давайте Сейчас сразу заплатим То есть Как бы На ваше усмотрение Обычно этот налог Примерно То есть Как бы это сказать Правильно Наверное Процентов Пять Да не, не пять Хотя Да Пять процентов От общего Вашего оклада В год То есть Он приходит Пять процентов От общего оклада В год Ну, в принципе Не такая большая сумма Вроде как Пять процентов Но Если вы, например Год работали Там по контракту Да И тут вдруг Там Вы решили сменить работу Ну, у вас там были Какие-то накопления В принципе Вы рассчитали Что вам на два месяца Вполне хватит Там пока вы ищете работу А тут приходит Этот налог И говорят Нужно заплатить Там в течение Двух-трех месяцев Сумму Ну, к примеру Как ваша Месячная зарплата И все И тут вы Как говорится Что вы будете делать То есть То есть Уже надо Как-то думать Быстрее То есть Где найти деньги Поэтому Чтобы в такой ситуации Не попасть Всегда имейте запас Примерно Три-четыре Месячных оклада Труда Чтобы на всякий случай Если вдруг Какая-то такая ситуация Вы могли Прийти Это самое Ну И заплатить Хотя бы часть А с остальной части Вы могли бы договориться Уже с самой налоговой Там Чтобы вам отсрочку Какую-то сделали Пока вы не найдете Работы Это в принципе Тоже возможно Далее Что касается Остальных вещей То есть Как бы По поводу зарплаты Когда вы работаете На контракте Естественно Там нет никаких премий Ну обычно нету Никаких премий Никаких там Надбавок Никаких бонусов Ничего нету То есть Как бы Когда вы работаете На Постановке На постоянке То там есть премия Обычно Два раза в месяц Ой Два раза в год Обычно Это больше Чем месячная Зарплата Труда Это может быть Примерно Там полторы Месячных Оплаты Труда Или может Две Вот И таких премий Обычно Две То есть Плюсом К вашей зарплате Плюс Идет еще Например За переработку Доплаток Вот Даже Ну хотя И по контракту Есть за переработку Доплата Примерно Там Ну где-то Может процентов 20-25 Но обычно Ее нету Обычно Там сразу Включено Там 40 часов Вот Переработки И вы там По контракту Хоть вы перерабатываете Хоть вы не перерабатываете Никто Никто вам Доплачивать За это Не будет Вот Ну если вы конечно Не переработали Больше 40 часов В этом плане Вам тогда Доплатят Там за 41 час Или за 42 часа То есть за эти 2 часа Вам заплатят Плюсом Деньги Но обычно До этого не доходит Это слишком Дофига Надо перерабатывать Так вот А когда вы работаете На постоянке Там идет Оплата То есть Уже В процентном соотношении Соответственно Когда после окончания Рабочего времени После 7 Там или 6 часов Вы работаете Свыше Там Ну там Больше Там например Час Или там 2 За каждый час Вам надбавка Идет 25% К вашему Ну Часовой оплате Стандартной Если же Вы работаете Уже после 10 часов То обычно Ну по закону Положено Доплату Уже 50% К вашему Оплату Труда Вот это Часовой Поэтому То есть Люди Как говорят Работают на постоянке У них есть стимул Перерабатывать И это Как говорится С одной стороны Хорошо Но с другой стороны То есть При этом Не нужно Растягивать Свою работу Так долго Чтобы ее потом Доделывать Там Ну В конец Там Рабочего дня На переработке Вот Обычно До этого Не доходит Потому что У людей Там И так Сроки сжаты И очень Скажем так Сложно будет Вам работать На постоянке Потому что График Очень такой Прям Скажем так Плотный Далее Что еще Могу сказать Из плюсов Которые на постоянке Вот Естественно Вам оплачивают Полностью Все страховки Пенсионные Вам предлагают Там Разные виды То есть Ваших пенсионных Избережений Перенести Ну например Накопительную часть Перенести Как бы Не просто там В какой-то банк Под проценты положить Хотя это тоже можно А например Вы можете на них Купить Акции 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 Акции